Сегодня будем готовить безумно красивый торт. Это, во-первых, очень вкусный, во-вторых, и очень простой в приготовлении, в-третьих. Муссовый сливочный крем на бисквитном корже и свежие ягоды в желе. В общем, не буду вас долго томить, начинаем готовить. Приготовление торта начинаем с коржа, с бисквитной основы. Для него беру 2 средних яйца, немного сахара, немного муки, щепотку соли. Соль обязательно добавляйте в любую сладкую выпечку и сладкие десерты, совершенно другой будет вкус. Затем щепотка ванилина, пол чайной ложки разрыхлителя, 2-3 столовые ложки любого сливочного масла без запаха, 1 чайная ложка лимонного сока и все хорошо перемешиваем. Лучше всего воспользоваться миксером и все это перемешать, не просто перемешать, а сделать пышное тесто. Если хотите очень пышный корж, тогда отделите белки, взбейте их отдельно в крепкую пену и аккуратно введите во все тесто. Но мне кажется, что в этом торте пышный корж не нужен. Наоборот, нужен довольно плотный, хороший, чтобы он выдержал всю ту красоту, которую мы потом наверх положим. Поэтому я сделала вот таким образом, взбила буквально в течение 2-3 минут венчиком, вот этим миксером и, собственно говоря, тесто готово. Выпекать я его буду вот в такой форме антипригарной. На всякий случай смазываю растительным маслом и выливаю все тесто. Моя духовка уже разогрелась до 180 градусов и корж выпекается буквально 10 минут, поэтому далеко от плиты не отходим. Ориентируемся по цвету, как только румяный цвет появился, сразу коржик достаем. В это время занимаемся красотой. Я взяла одну упаковку желе и развожу ее по инструкции. Упаковочка желе 300 миллилитров воды кипяченой. Отставляю в сторонку, пускай там желатин растворяется, а в это время взбиваю сливки 33 процентной жирности. Здесь у меня 200 миллилитров. Добавляю по вкусу несколько столовых ложек сахарной пудры и взбиваю в хороший сливочный крем. Сливки берем обязательно холодные и обязательно 33 процента жирности. Меньше жирности сливки не взобьются. Долго их не взбиваем, чтобы не отделилось масло и сыворотка. Как только взбили хороший крем, добавляю 100 миллилитров вот этого желе, которое я растворила. Оно немножко остыло и добавляю его, чтобы этот слой схватился и держал свою форму. Приготовление здесь невероятно быстро и все идет шаг за шагом, одно за одним. Вот уже корж испекся, пока я там крем делала. Переворачиваю его вверх тормашками, потому что дно ровненькое. Это как раз то, что нужно для красивого разреза этого торта. И выкладываю весь сливочный крем с добавленным желатином растворенным. Разравниваю все по поверхности торта, чтобы все красивенько легло ровным слоем. И еще немножко форму эту потрясла. Таким образом, крем сам распределился и лег так, как надо и мне, и ему ровненько. Отправляю форму в холодильник минут на 30, чтобы этот муссовый слой застыл. Если времени у вас маловато или надо побыстрее, потому что вдруг вам не терпится, хочется побыстрее его приготовить и съесть, тогда поставьте в морозилку. Пока там все застывает, занимаемся красотой. Нарезаем свежую клубничку вот на такие тонкие пластины. Я взяла клубнику только потому, что сейчас сезон. И когда, как не в сезон, использовать ее для всяких десертов. Если клубники у вас нету, можно взять абсолютно любую ягоду, свежую или свежемороженую, или фрукты, или даже варенье красивый или джем. Ну, в общем, смотрите, что у вас там есть в запасах. Слой муссовый застыл. И теперь раскладываю клубнику по поверхности, создавая вот такую невероятной красоты картину. Выкладываем ягоды в любом порядке, в каком вам нравится. Я захотела вот так вот пойти по кругу, сделать красивую эффектную картину. И, в общем, я не ошиблась. Картина получилась действительно очень впечатляющая. Мне, во всяком случае, понравилось. Заканчиваю выкладывать. И теперь буду аккуратно ложкой порционно наливать остывший уже вот этот сироп, который потом будет желе. Сироп у меня клубничный, потому что я использую клубнику. Но можно и миксовать вкус. Разницы большой, мне кажется, нет. И интереснее будет, если ягодка одна, а вкус желе совсем другой. Аккуратно поливаю, чтобы каждая ягодка была покрыта желе. И отправляю все где-то на час в холодильник до полного застывания. И через час уже можно доставать и лакомиться. Посмотрите, ну правда, это картина, это произведение искусства. Такая красивая ягода. И такой красивый получился торт. Хозяйка просто молодец. Так, вот он готов. Я его уже достала. И сейчас его буду резать и дегустировать. Режется он невероятно легко, потому что он весь очень воздушный, легкий. И, собственно, резать там нечего. Можно прямо ложкой брать и прямо из этой формы есть. Но отрежу, чтобы показать, какой он красивый получается внутри. Пока я вам тут снимала видео, отрезала один кусочек, положила на тарелку и решила попробовать. Тут пришел муж, забрал этот тортик и ушел сам его пробовать. Поэтому первый кусок достался, к сожалению, не мне. Посмотрите, какой красивый получается разрез. Плотный, хороший, вкусный бисквит. Муссовый застывший слой и сверху ягоды в желе. Что еще надо, чтобы отметить сезон клубники? Да ничего, только вот такой вкусный торт. Попробуйте приготовить и он вам очень понравится. Гарантирую. Подписывайтесь, давайте дружить и увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!